Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Сегодня такой шторм красивый. И, наверное, мы с вами пройдём сейчас на эстакаду, и вы увидите, какие волны. Ну, это чуть позже. А сейчас я, знаете, хочу поговорить на тему одной женщины, которая одинокая. Она написала мне письмо. И говорит, что как только вечер, очень часто на неё такое находит, накатывает, что она рыдает на взрыв. Это меня затронуло, но знаете, что я хочу сказать? Каждый рождается один, даже когда двойняшки, сначала рождается первый, и только потом второй. Понимаете, мы в этот мир выходим по одному. По одному. А потом, а потом, как вы решите. Вот как вы решите, так и будет. Мне нравится одна фраза из Священного Писания. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога. Вот я вам хочу сказать такую фразу. Я вам хочу сказать такую фразу. Посмотрите, какая красота. Вы посмотрите на эту красоту. Посмотрите, как красиво. И ещё раз хочу я вам сказать, благодать и мир, мир в душе вам умножатся в познании Бога. Без этого никак. Если вы обратитесь вот к этому слову, которое я говорю «познание». А Библия написана на греческом языке. А там написано, где 2 Петра, глава 1, 2, там именно в этой части Библии, на греческом. Смотрите, вот идёт супруг, он держит свою любимую за руку, рядом друзья. Так всё это приятно созерцать. Все на прогулке, все дышат глубоко. Каждый по одному в этот мир пришёл, но видите, не каждый хочет быть один. И даже когда вам кажется, что вы один, вы не один. Если у вас рядом Слово Божие, если есть у вас кого благословить, если есть любящее сердце, у вас есть любящее сердце, если вы с кем-то делитесь. Сейчас вот пойдём вон на ту эстакаду, я с вами, где люди гуляют, сейчас они оттуда выйдут, и я туда пойду. И мы с вами понаслаждаемся огромным, огромным. И вот это вот слово «познание» по-гречески, вот увидите, оно означает нечто большее, чем просто умственное понимание чего-то. Нечто большее того знания, которое вы можете получить с помощью своих органов чувств. Вот вы чувствуете, просто чувствуете, что вы одна и начинаете рыдать. Но откройте вот это «познание». Оно означает точное знание. Знание, которое открывается непосредственно вашему сердцу, Духом Божьим. И я называю его «откровением». Вот что такое «откровение». Когда открывается именно вашему сердцу. А как вам откроется вашему сердцу, если вы не открываете Слово Божье? Если вы не пропитываете себя Библией? Если вы не выписываете себе те фразы, через которые именно вот ваше сердце дрогнуло? Вот ваше сердце дрогнуло через вот эту фразу на данный момент. Это значит, именно Отец ваш Небесный, Создатель, Всемогущий, Господь, Бог ваш, Он именно через эту фразу с вами сейчас говорил. Это значит, что вы в данный момент не одна. Это значит, что вы не будете в этот момент рыдать и плакать. А это значит, что вы будете радоваться, что вам есть с кем разделить сегодняшний вечер. Как вы говорите, вечер. Значит, заполните весь вечер познания. Заполните и получайте откровение. Вот здесь всё подключается к воде. Недостаток такого знания чаще, чем что-либо другое становится причиной поражения в вере. И всё потому, что большинство верующих, так называемых верующих, они верят Слову Божьему только разумом, но они не размышляют над ним достаточно долго, чтобы оно могло просветить их сердца. Вот я когда начинаю рассуждать, я выписываю, у меня тетрадь за тетрадью, тетрадь за тетрадью. Это не значит, что я весь день сижу и рассуждаю. Нет, я весь день работаю. Я работаю. У меня помимо основной работы, которой доход приносит, ещё есть работа по дому, ещё есть люди, которых мне надо благословить, ещё есть семья. У меня расписано всё поминутно-посекундно, но в этом расписании главную часть занимает Слово Божье. Обязательно, потому что без подпитки души не может быть физического удовлетворения никакого. Посмотрите, посмотрите на эту стихию. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите, как сегодня. Боже, я не перестаю Тебя прославлять за то, в каком месте я живу. Ой, какая красота! Это нечто потрясающее. И я постараюсь подойти ближе, ближе, но волна стоит. Это стихия. Это стихия. Просто стихия. Шум мешает мне. Но ничего, посмотрите. Какая же красота. Боже мой. Знаете, я знаю одну такую вдову, однажды получила эта вдова, получила откровение. Она размышляла над тем местом Писания, где сказано, что если ты вдова, то Бог Всемогущий становится твоим обеспечителем и главой твоей семьи. Вот смотрите, вы не вдова, вы еще достаточно молодая женщина, как вы мне написали. А я говорю сейчас о вдове, которая уже часть жизни прожила. И она похоронила своего любимого. И ей настолько вот тяжело, но она находила успокоение в Священном Писании. И понимаете, она проникала и пропитывала себя этим Священным Писанием, Словом Божьим. И она размышляла над тем местом Писания, где именно вот это сказано, что ты вдова, и Бог Всемогущий становится твоим обеспечителем и главой семьи. И вы знаете, она это приняла верой, и она радовалась. До этого она немного жалела себя. Ну как не может быть и много жалела себя. И тоже, наверное, вот как вы, плакала. Но когда она получила откровение о том, что главой ее семьи теперь является Бог, она начала разговаривать с ним так, как разговаривала бы со своим мужем. Ну вот она говорит, я делюсь по всем, абсолютно по всем направлениям. Вот говорю, Господи, пошли мне человека, который отремонтирует мой водопровод сегодня. Вот я позвоню, и Господь, именно пошли мне такого, который вот не будет тянуть, не будет большую сумму сильно назначать. И вот пусть его руками работает ты, Господь, чтобы это было сделано так достойно, чтобы через короткий промежуток времени слово не текло. И вы знаете, скажу я вам, и все у нее стало появляться. И она говорит, ощущение такое, что действительно, на самом деле, меня каждый день кто-то словно в объятиях укутывает. Вот это то, вот это то, вот это я говорю, то, это вот знание, познание, которое она приняла разумом, а потом еще и сердцем просветило. Вот так, настолько вот она разумом, и так она размышляла глубоко, что это просветило ее сердце, и уже она не чувствует, то есть она уже тот промежуток времени, который ей отмерен на земле, она проживет не в страданиях, не в самосожалении, самоуспокоении, бесконечной. Это эгоизм, вот, а она проживет в благословении, она найдет там, я не знаю, или семью, или людей, или там своих родных, близких, кого она будет благословлять, а также, самое главное, подпитка. Это Слово Божие, откуда она будет получать. Вот так. Если вам вот поможет этот опыт, вот я вам рассказала. Но вы знаете, на самом деле, вот, у меня дух захватывает с того, что я каждый день в свои сердца. И неважно, в каком месте я нахожусь, то ли это дача, то ли это дом, то ли еще где-то. Я люблю, люблю путешествовать, поэтому... Но там, где я живу, это красота. Представьте, вот здесь чашечка кофе, вы со мной рядом, и вот это буйство, и мы с вами вдыхаем этот морской бриз, просто вдыхаем, а вечером поедем на гейтс. Вот так, все расписано, даже на выходные. Если вы нуждаетесь в чем-то от Бога, тогда прямо сейчас примите решение поступать так, как поступила эта вдова. Примите решение, что будете размышлять над Писанием, потому что оно нам для этого дано. Оно нам для этого дано. У каждого оно должно быть. У каждого. Как, знаете, вот многие держат дома хлеб. Каждый день. Или какую-то пищу. Но каждый день для физического тела. Так вот точно у вас и для духовного должно быть. И вот размышлять, размышлять до тех пор, пока не получится такое же откровение. И храните это с вами пред собой до тех пор. Вот прямо храните. Пока откровение об Иисусе, как о своем целителе, освободителе, утешителе, финансовом обеспечителе, учителем, я не знаю, ремонтнике, какой бы роли он вам не был бы нашим. Братья, родном человеке. Вот пока это не приятно. Не удовлетворяйтесь только поверхностным таким умственным пониманием. Нет. А получите глубокое откровение. И его благодать умножится для вас. Вот увидите. Именно так это работает. И никак иначе. А я вас вот периодически буду выгуливать вот такими прогулками благословенными, с которых вы и зрительно, и духовно, и такая слуховая терапия. А начни как. А я люблю вас. Здоровья вам. Благословений. И вот эта фраза сегодня из Библии, из Священного Псана. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога. Это 2 Петра, глава Петра, стих 2. Люблю вас. Пока-пока. И вотisiaj. Продолжение следует...